Неизвестный солдат Мемориал могилы неизвестного солдата и вечный огонь у Кремлевской стены в Александровском саду – особенное место для многих. На просторах России еще много неизвестных могил, безвестных героев Великой Отечественной войны. Поэтому неизвестный солдат воспринимается не одним из многих, а тем самым – родным, который воевал на новгородских болотах и под Сталинградом, под Москвой и в Крыму, у Праги и под Берлином. И он навсегда остался там. И не случайно с момента создания этого мемориала сотни, сотни тысяч людей приходят сюда. Приходят, чтобы помолчать и поговорить с пропавшим на одной из самых жестоких войн. Идея создания памятника воина сражавшимся и погибшимся в этом страшном бою возникла после того, как в 1965 году широко отмечалось 20-летие Победы. Тогда же Москва получила звание «Города-героя», а день 9 мая стал общегосударственным праздником. При обсуждении идеи памятника было решено, что монумент должен получить особый статус. Интересно, что, несмотря на очевидную правильность идеи, осуществить задумку сразу же не удалось. Больше всего вопросов вызывало место установки – это Александровский сад. Ведь рядом находился бывший обелиск, созданный в честь трехстолетия дома Романовых. И все же, в связи с возведением мемориала памятника неизвестному солдату, обелиск был перенесен на несколько метров. Второй и не менее важной проблемой был вопрос выбора героя. Кого же перезахоронить у стен Кремля, с героем мог оказаться вовсе не герой, а дезертир либо пленный. Поздней осенью 1966 года под Москвой на 41-м километре шоссе Москва-Ленинград была обнаружена братская могила. И в Кремле решили, что эта находка была сделана вовремя. Выбор остановили на погибшем воине, в хорошо сохранившейся форме, без каких-либо знаков отличия. Военные историки утверждали, что если бы солдат был дезертиром, на нем не было бы солдатского ремня. А пленным этот солдат не мог быть, потому что немцы до этого места так и не дошли. Документов при бойце не было, поэтому его прах считался по-настоящему безымянным. 3 декабря 1966 года прах солдата доставили из Зеленограда в Москву. Последние метры гроб с останками неизвестного солдата несли на руках. Прах защитника нашей Родины в торжественной обстановке был перезахоронен в Александровском саду у Кремлевской стены. В 1967 году на могиле у северной стены Кремля был сооружен мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата». В этом же году, 8 мая, памятник был официально открыт ко Дню Победы. Мемориальный комплекс состоит из ряда архитектурных элементов, и одним из ключевых является вечный огонь. Он вспыхнул 8 мая 1967 года. Его зажгли от огня вечной славы на Марсовом поле в Ленинграде. Факел с огнем из города на Неве в Москву сопровождала делегация, во главе с героем Советского Союза, легендарным летчиком Алексеем Петровичем Моресьевым. Перед инженерами, проектирующими устройство вечного огня, стояла большая задача. Пламя должно было быть не просто высоким, но и переливаться белыми, красными и желтыми цветами. И они этого добились путем неправильного сгорания газа, когда образуется нехватка воздуха. Кроме того, огонь должен был гореть постоянно, и именно поэтому он должен был быть вечным. И теперь он способен устоять перед любым ветром, который даже снесет крышу. А чтобы ему не навредили ливни, инженеры разработали специальную систему водоотведения. Вдоль Кремлевской стены протянулась площадка, поднятая тремя ступенями над уровнем дорожек Александровского сада. На площадке установлено 10 массивных блоков. На каждом блоке рельефная бронзовая надпись. Название города-героя. Внутри блоков находятся капсулы с землей, привезенные из этих городов. В капсулах Одессы, Минска, Керчи, Новороссийска и Тулы земля, взятая с тех мест, где велись самые ожесточенные бои. В капсуле Ленинграда земля с Пискаревского кладбища. В Волгограда – частица Мамаева кургана. В Севастополе – земля Смалахова кургана. В Киеве частицы земли взяли от обелиска участникам обороны города, а в Бресте – из-под ножья Брецкой крепости. У могилы неизвестного солдата находится пост номер один. Пост с почетным караулом был перенесен сюда от Мавзолея с Красной площади 12 декабря 1997 года. Караул несут воины президентского полка, меняясь каждый час. В 2009 году памятнику был присвоен статус – Общенационального мемориала воинской славы. А в 2010 году памятник на могиле неизвестного солдата. Блоки с землей городов-героев были включены в список особо ценных объектов культурного наследия страны. В современной столице мемориалу Кремлевской стены стал центром замечательной традиции. Сюда приезжают ветераны и их потомки, приходят иностранные делегации и тысячи московских новобрачных. Приходят, чтобы возложить цветы и поклониться неизвестному солдату и отдать дань вечной памяти всем, кто, не щадя своей жизни, сражался. Сражался за счастье грядущих поколений. Огонь горящий, как символ жизни. Огонь обжигающий, как напоминание о цене победы. И пока горит этот вечный огонь, в сердцах людей будет жить память о вечном подвиге. Дорогие товарищи, эта могила неизвестного солдата у древних стен московского Кремля станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за родную советскую землю. Здесь отныне покоится прах одного из тех, кто грудью своей заслонил Москву. Мы не знаем имени этого солдата, но знаем, что он был верным сыном своей родины и сражался за нее на фронтах Великой Отечественной войны, как и миллионы других советских людей, он отдал за нее свою жизнь. Много, очень много солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов не дошли с нами до Берлина и Эльбы. Но они всегда останутся в сердце народа, ибо их подвиг бествертен. Пусть эта могила у Кремлевской стены будет вечным символом беззаветного служения любимой советской родине, памятником всем известным и неизвестным героям, отдавшим жизнь за наше право и дело. Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.